остановился на мгновение и отдался моему голосу. Открой свои уши и сердце, ибо я несу тебе особое откровение. Я знаю, что ты столкнулся с трудной ситуацией, но я хочу, чтобы ты знал, конец близок. Благословение, которого вы так долго ждали, уже на подходе, даже если сейчас вы его не видите. Знай, что я, твой Бог, никогда не оставлю тебя. Ни один из моих детей не будет оставлен без внимания. Время вашей награды приближается. Если вы верите в это, скажите вместе со мной, верю. Твоя вера достойна восхищения. Даже когда ты чувствовал слабость и искушение сдаться, ты стоял твердо, не попадая в ловушки врага. Шаг за шагом, день за днем, вы продвигались ко мне, терпеливо и не отчаиваясь. И знайте, что я был рядом с вами, помогая вам преодолеть все трудности. Вы как никогда близки к тому, чтобы достичь места благословения, которого вы так желаете для себя и своей семьи. Место мира, достатка и нового счастья. Не сдавайтесь в борьбе, ибо я, ваш Бог, здесь, чтобы благословить вас прямо сейчас. Дурные привычки и зависимости, которые лишают вас свободы, будут отвергнуты и вырваны из вашего сердца. Все формы духовного рабства, вредные мысли, корни обиды и ненависти будут устранены силой Святого Духа. Ваша жизнь преобразится сверхнеестественным образом, и даже ваши враги и члены семьи будут поражены переменами в вас. Поймите, что ваши дни борьбы и беспокойства не вечны, потому что вы отдали свое сердце мне и следуете моим заповедям. Я спасаю тебя и твою семью, и мне приятно видеть, что твоя вера в меня непоколебима. Ты учишься быть терпеливым и ждать моей совершенной воли. Верьте в меня, когда я говорю, что сегодня вы будете поистине благословлены. Это день твоего спасения и избавления, дитя мое. Заяви о своей вере в меня прямо сейчас, напиши «Я верю». Пророчествуй о лучшем для твоей жизни сегодня, обличая врага, который пытается украсть твою радость и мир. Всегда помни, что я прихожу, чтобы ежедневно напоминать тебе о моей любви к тебе. Я твой отец, и я избавляю тебя от всякого зла. Я постоянно делюсь с тобой своей безусловной любовью, и постепенно ты начинаешь понимать, насколько ты ценен для меня. В последние месяцы я был свидетелем вашей веры и преданности. Я знаю, что в вашей жизни все еще есть большие нужды, и хочу, чтобы вы знали, что на этом все не заканчивается. Иногда ваши дети могут не уделять вам должного внимания, когда вы говорите обо мне, они могут быть равнодушными и не желать слушать вас. Это немного печалит мое сердце, потому что я скучаю по их вере и улыбке. Я помню времена, когда они были маленькими и пили хвалу, доставляя мне столько радости. Однако я хочу, чтобы они поняли, что у меня есть план для их жизни, и я не успокоюсь, пока все они не будут в совершенной вере. Чтобы эти планы исполнились, вы и ваши семьи должны быть передо мной. Я прошу вас говорить с ними с любовью, не осуждая их и не взывая к их ошибкам. Будьте осторожны, ибо слова способны стать мечами, нанося глубокие и даже смертельные раны. Учитесь у меня, ибо я ищу лишь смирение сердца. Даже если для этого придется потрудиться, оставьте весь гнев и разочарование за порогом. Объясняй своей семье с любовью и терпением, ибо я – сама любовь и терпение. Они – ваша кровь, и вы были для них инструментом, чтобы получить жизнь. Приходи в мое присутствие и слушай мое слово каждый день. Даже если вначале вы не увидите немедленных результатов, не сдавайтесь. Продолжай молиться непрестанно, не падая духом, и чудо обязательно произойдет. Члены вашей семьи изменят свое мышление, они вернутся и будут искать меня, и все это увидят. Тогда ты будешь переполнен счастьем. Сынок, я хочу, чтобы ты знал, что мое присутствие всегда рядом с тобой.